Привет, меня зовут Оля и сегодня я снимаю видео про мою морскую свинку Лиоля. Я вам расскажу про её клетку, про её игровую площадку, игровой домик, можно так сказать, про её вещи и про её еду. Начнём мы с еды. Я вам предлагаю сначала посмотреть корм и сладости. Кстати, да, вот тут я буду писать цены в рублях, долларах и гривнах, для того, чтобы вам было удобнее приблизительно понять. Но я не знаю цены всех продуктов, поэтому я постараюсь большинство сказать, но не все. Первый корм от фирмы Тишка. Вот какой он выглядит обычный корм для морских свинок. Она у нас месяц и где-то полмесяца, она питается этим кормом и ей в принципе нормально, но она у нас такая, что она не ест семечки, а тут их достаточно. Вот какой он выглядит. К сожалению, его цены я не знаю, поэтому не могу вам сказать. Следующий корм от очень классной фирмы Фиеста. У этой фирмы прикольные продукты, прикольные лакомства и мы купили только сегодня этот корм. Я уже попробовала дать его свинке. Свинке всё очень нравится, всё, что мы купили от этой фирмы. Это обычный корм для морской свинки. Тут есть много всего. Сейчас я вам покажу. Вот как выглядит этот корм. Тут, в отличие от этого, достаточно больше всего. Здесь есть попкорн, есть всякие хлопья какие-то, овес, есть семечки, тыквенные семечки, гранулы. Ну, в общем, большое разнообразие. И вот сзади на упаковке нарисовано, что ещё есть. Это не всё, мне кажется, потому что я сегодня ещё видела всякие пирожные, вкусняшки в виде пирожных и всякие ещё разные штучки. Ну, вот, приблизительно так. Следующая – это сладость. Это единственная сладость, вкусняшка, которая у нас есть. Тоже мы её купили сегодня и решили попробовать от фирмы Фиеста. Вот, это такие палочки. Я уже одну дала. Вот как она выглядит. Свинке очень нравится. Она вообще не отходит от неё. Тут такой крючок. Я, как поняла, это вешать на клетку. Ну, я повешала. И вот свинка стоит и грызёт. Следующая – это сочная корма. Это то, что я вам сейчас не могу показать. Единственное, я могу показать – это траву. Она у нас есть всё. И кабак, и морковку, и перец, и всё, что угодно. Это, что мы ей даём, то, что им можно. Поэтому, я думаю, нет смысла рассказывать. Мы сегодня нарвали вот обычные травы, свежие. У нас на берегу речки есть. У нас берег недалеко. Так, и тут также тополиные листочки. Так, это сено от фирмы «Природа». Цены я его не знаю. Вот мне написано, это не я покупала. Обычное сено. Свинка кушает нормально. Она у нас не особо такая привередливая. Вот только семечки. Почему-то она не любит. Так, дальше огромный просто пакет. Он нереально большой. Мы купили этот пакет с листиками всякой сушёной зеленью. Не знаю, трава, сено, колоски. В общем, всё, что угодно тут есть. Это мы купили у человека, у которого покупали морскую свинку. Следующее, что я вам покажу, это то, чем я наполняю клетку. Во-первых, это... Не знаю, как вам показать. Это опилки. Ну, просто как бы обычные опилки. И также гранулы в таком вот большом пакете. Вот. Пять килограмм. Так, теперь я вам покажу её вещи. Это вот такой вот игровой домик, игровая площадка. Она немного не вмещается в кадр. Я вам её потом ставлю отдельно. В общем, я его делала сама. Я взяла обычный кусок пластика. Я не знаю, как это назвать. И картон плотный. Сделала тут такой небольшой лабиринт. Я, может быть, ещё и прикреплю кусок. Сделала крышку, которая просто кладётся сверху. Здесь я рассыпала корма специально. Это на двухстороннем скотче. Достаточно многоразово. Вот. Тут есть дверца. И если я хочу, чтобы, например, она тут сидела, а не там только, я её просто так закрываю. Вот. Она держится крепко. Тут уже насыпан новый корм. В обычной такой крышечке пластиковой. Также в втулке здесь сено. Я смотрела видео, где рассказывали, что свинки любят такие вот вещи. И листочек лежит с того большого пакета. Также ещё одна вещь. Вот она. Это гамак. Хочу приметить, что я не увидела особого смысла, чтобы его покупать. И решила просто сшить сама. Взяла свитер ненужный, ненужную кофточку натуральную. И вот просто сшила их вот так вместе. И привязала ленточки, верёвочки. И это всё отцепляю в клетку. Она сейчас не в клетке, потому что я её убрала. Свинка просто сюда залазит под неё. Сидит иногда, конечно, сверху, но она залазит под неё. И там сидит весь день. И вообще не двигается. А без неё она спокойно козлится и бегает. Так, следующее, что я вам покажу, это клетка. Вот как она выглядит. Она розового цвета, достаточно большая. Открываем её. Так, что мы видим? Тут сидит сама свинка. Она сидит на гранулах. Мы смешиваем опилки с гранулами. Гранулы по бокам, там, где она обычно сидит и ходит в туалет. Тут опилки. Также мисочка. Она пластиковая, но благодаря её форме она не переворачивается. Здесь старый корм ещё. Вот этот. Насыплен, потому что мы её ещё не кормили. Мы её кормим, кладём свежий корм. В одно и то же время. Да? Так. Дальше тут ещё лежит веточка. Одна веточка, вторая такая вот потолще. Прицеплена вкусняшка. Поилка вон. Сенник. Там сено смешанное с обычным. И вот то, которое мы купили у Лёлиного хозяина старого. Вот. Ну, в принципе, это всё, что я могу сказать про клетку. Ну, вот и всё. Подошёл конец нашего с Лёлии видео. Мы показали вам все вещи. Надеюсь, это вам понравилось. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok